Музыкант Игорь Сурханов 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 Всех-всех-всех с улиц На втором этаже спальные комнаты Но это строго запретная интимная зона Я туда вообще никого не пускаю Просто спальня и все Музыкант был настроен общаться исключительно о своем творчестве Тем более в преддверии юбилейных дат Мы все-все-все-всех страной Вступили в юбилейный год Такой втройной То есть 30 лет, 35 Вообще творческой деятельности 25 лет, как я Как выявился Сурханов То есть бренду Сурханова 25 И несколько там лет в жизни Это все объединено в один год И 6 апреля в Крокусе Мы встречаемся с моими друзьями Они меня поздравляют В Москве уже висят эти афиши У меня богаты И мы там устраиваем Большой гал-концепт праздничный И отмечаем мы день рождения Дорогие друзья, мы зашли с вами сейчас В помещение, где Это мои работы Вот с 86-го года Вот 86-й год Первая пластинка, да? Вот, итого 25 лет жизни Вот это Это много Все, что со мной Произошло, это чудо просто Когда я забрал документы Из института У меня не оконченное, высшее Отец говорит, посадись Я, говорит, тебя туда Засунул Там, я не знаю, платил там деньги Ну, такое было всегда Не только сейчас И ты выходишь И куда ты уходишь И ты что-то будешь делать Я говорю, пап, я буду играть на гитаре Где бы там ни было Но буду стремиться играть на гитаре В какой-нибудь потрясающей группе В какой группе ты будешь играть? Я говорю, я хочу в цветах играть В мире, значит, искусства Конечно, у них никого не было То есть, получается, я вообще сам туда Дорогу совершенно случайным образом Ну, опять же, мама узнала какого-то там дядю Дядя Трубач из какого-то оркестра Тот позвонил в другой оркестр И меня взяли туда служить в армию А там служил в армию Вот этот парень Из группы Цветы И мы там подружились Туда пришел Стас Намен И обоих нас оттуда вытащил После дембеля Прямо, ну, я, правда, еще в «Синей птице» поработал Ну, это так, фрагмент Вот так И вот, когда я вот эту пластинку выпустил Я говорю, пап, на, дарю Он говорит, это случайное совпадение Ну, вот совпадение, понимаешь? Дорогие мои старики Дайте я вас сейчас расцелую Молодые мои старики Мы еще, мы еще повоюем Он считал, что это аспирантура Это серьезно Ну, что такое музыкант? Что это такое вообще? Вот, это аспирантура, профессура Там, кандидатский минимум Вот это очень важно Все остальное это не серьезно Но когда вот это все пошло И где-то вот здесь вот Вот в этих краях По времени, да В 88-м году Отец мне сказал Да, я говорю Когда уже «Дорогие мои старики» прозвучало Когда он понял, что это не шутка Уже вообще не шутка Вот И когда стал гордиться Знаешь, вот это все На дворе уже начало марта А в доме все еще стоит Новогодняя елка И быт и творчество Суруханова Будто сотканы Из замысловатых аллегорий И неоднозначности Игры слов Одна из таких песен Когда-то сделала его известным В ней каждый услышал Одно из двух А что услышали вы? Скрипка леса Или скрипка леса? Скрипка леса Лужи и грязь дорог Скрипка леса Что я сказал? Скрипка или скрип? Непонятно То есть понять это невозможно Это проверено Поэтому, значит В сознание человека Отвечаю прямо теперь на ваш вопрос В сознание человека попадает то Что он в состоянии понять Он понимает скрип Значит, он слышит Вот в этом слове Скрипка леса Видите, монотонно Скрипка леса Другой слышит скрипка леса Но у нас пробелов нет Как видите Без пробелов И человечество Делится на две части Те, кто читают между строк Те, кто знают, что такое Образы Они считают, что это скрипка леса А просто А те, кто воспринимает Эту информацию просто Тупо Если есть колесо Если у лужи Грязь Дороги Значит, это колесо Просто колесо И все Причем здесь вообще Какая-то скрипка Первую ошибку допустил Составитель титров На канале ТВ6 Еще был такой давно И он написал Причем я предоставил Профессиональную ленту Так она называется Бетакам Коробка такая На которой написано Значит, песня Скрипка Дефис Значит, тире Лиса Значит, в этих В кавычках И музыка такого-то слова Музыка моя Слова Алиса Новикова Значит, человек Читает Моей рукой написано Значит, я написал Значит, видимо Я знаю, что я пишу Он составляет Значит, клип отдали Он оформляет клип Бегущей строкой Где пишет Скрипка леса Он посчитал, что я ошибся Значит, значит Ну, был сыр-бор Мы там скандалили немножечко То есть его чуть не уволили с работы И поэтому так и пошло В реальном пространстве Ни скрипка колеса Ни скрипку лесу Увы, мы не обнаружили Загородное хозяйство артиста Гаражи, баню Посмотрите, показать вам хотелось Но тоже не удалось Музыкант не захотел Выходить на улицу Опасаясь заболеть Перед празднованием Тройного юбилея За сим без лишних слез И распрощались С праздником Игорь Арманович Ну что, ребят Всего доброго До свидания Было приятно с вами познакомиться Осторожнее на дорогах Вот Приходите Еще Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Игорь Негода